В селе Логиново на тамошнем Досафовском аэродроме прошли МЧСовские маневры, в рамках которых спасатели по устоявшейся ежегодной традиции отработали навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8 МТВ-2. Это вот то самое, друзья, что делает наш мир устойчивым, предсказуемым, стабильным. Спасатели каждый год десантируются с геликоптера, мы, журналисты, каждый год об этом рассказываем. Это как сезон лесных пожаров, или весенний паводок, или Новый год. Неизбывно и обязательно. Ибо если спасатели не отработают навыки десантирования по веревочке, и случится ситуация, где эти навыки необходимы, то чьи-то жизни будут подвержены опасности. Сегодня главным управлением проводятся сборы по десантной подготовке по беспарашютному десантированию, в котором принимают участие Уральский региональный поисково-спасательный отряд и Екатеринбургский спасательный отряд. Парашютное десантирование, оно очень универсальный способ для того, чтобы доставить спасателей, десантников практически в любую точку, в которой мы, так скажем, испытываем интерес или нужно выполнить определенную задачу. Это не прыжки с парашютом, это вертолет, который может свободно зависать над любой местностью и при определенных метеоусловиях осуществить десантирование спасателей, для того, чтобы они провели или выполнили свою задачу. Для спуска из вертолета на заснеженный аэродром с трех высот, 10, 20 и 30 метров, участники маневров использовали суры. Ну, конечно, не те духовные суры, которыми дорожат мусульмане. Хотя, вообще-то, перед спуском на веревке со смертельно опасной высоты можно и помолиться. Нет, в данном случае СУР – это аббревиатура. Спусковое устройство роликовое. Понятное дело, что сначала все спасатели прошли наземную подготовку, изучили матчасть, ну там, экипировку, те же СУРы, возможно, неисправности и далее по списку. Ну, а на второй стадии маневров добро пожаловать на борт. Поскольку мы каждый год рассказываем о точно таких же десантных спусках, постольку сегодня особо на деталях акцентироваться не будем. Все выжили, все удачно приземлились, но на посошок не могу обойти стороной главную изюмину этих учений. Ну, вы же наверняка обратили внимание с самого начала на собачку, которая ходила вокруг да около спасателей. Причем ходила в амуниции. Ну и, как говорил классик, если в первом акте ходит собака, то к концу пьесы она по-любасу прыгнет из вертолета. Ну, конечно же, в тандеме с барышней. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ